Книга открытым оком, том 1, тема праздники. Вопрос 205. Как должны относиться верующие к Дню Победы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Зачем им относиться к тому, что к ним не относятся? У нас есть свой праздник Победы – Пасха Христова, Победа Христа над дьяволом. Сатана старается во всем копировать Бога, но у него все получается наоборот. У христиан есть двунадесятые праздники, и все они основаны на любви Божией, а у дьявола – на ненависти и убийстве и на лжи. Иоанна 8, 44. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Когда люди возгордились, их древний замысел стать как боги, взятый еще из рая от дьявола, стал воплощаться в строительстве Вавилонской башни, 721 год от потопа, то эта долина Синаарская стала рождением наций, языков и наречий. Люди перестали понимать друг друга. Бытие, 11, со 2 по 9 стихи. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там языках так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. И оттуда рассеял их Господь по всей земле. Бог во всю историю человечества делает только то, чтобы вернуть человека в его первозданное райское состояние. Начатая в раю борьба еще не окончена, рука Евы все еще срывает плод. И напротив каждого глобального отступления, потрясения, стоит такое же потрясение от Духа Святого. Только с большим воображением можно представить, какое было недоумение на лицах людей, которые вдруг перестали понимать один другого. Тем более такое различие в языках. Русский, казахский, китайский, еврейский и так далее. Нет ни одного похожего слова. Они казались один другому пьяными, потому что каждый знал о себе, что он не пьян и говорит правильно. Называет все предметы точно, а в ответ слышит совершенно непонятное бормотание. Можно представить, что чувствовали тогдашние прорабы и инженеры по технике безопасности. Работа остановилась, срочно надо совещаться, но и начальники не понимают друг друга. Сколько времени продолжалась эта катавасия? Можно смоделировать сегодня в лабораторных условиях и получится то же самое. Уже в 20 веке в Англии провели подобный эксперимент, в кавычках, ареста Христа. Но только судить его по самым гуманным и справедливым законам Англии, а не по тем римским, которые мы все осуждаем. Были и адвокаты, и защитники, и последнее слово, и прозвучал ошеломляющий вердикт – повинен смерти. Так точно и здесь. Вероятнее всего, каждый стал действовать на свой страх и риск, и с собой в котонку взял только свой личный опыт. И языки смешал Господь за гордыню, непокоривость. Сколько мучений приняли люди из-за непонимания друг друга. И вот на землю сошел Сын Божий, выполнил свою миссию и дает последний наказ. Деяние 1.4. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. И они в смирении добровольно оставили все занятия, свои семьи и ожидали. Деяние 2.1.18. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились вся Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою. Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и Медяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понты и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих Киринеи, и пришедшие из Иерусалима, иудеи и Празелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сиеда будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от духа моего, и будут пророчествовать». Здесь языки всего мира, возникшие при Вавилонском столпотворении, вновь соединяются в язык любви в одном человеке, в каждом. Как там, без всякого научения, люди заговорили на разных языках, так и здесь. Праздник Святой Пятидесятницы – торжество Духа Святого и Духа в день. Строительство Храма Божия с работниками из всех народов, и храм будет построен. В день Ветхозаветной Пятидесятницы евреи приносили в Храм Божий начатки плодов – пшеницы, первый сноп потрясания. Левитам 23.15 Иоанн Златоуст говорит, что как тогда собранные колоски с разных концов поля и увязанные в единый сноп были потрясаемы со слабословием благодарности Богу и издавали шум, так точно и в Иерусалимской горнице раздался шум, и все было потрясено. Величание Господа показалось действием вина, очевидно, как и при столпотворении тогда. Дьявол точно так же пытается создать праздник солидарности трудящихся, и этот день назначает на 1 и 2 мая – подражание Пятидесятницы и Духову Дню. Откройте любой словарь, и вы там найдете, что 1 мая – это Вальпургиева Ночь Нечистых Духов, Ведьм и Вурдалаков. И как он отмечается, и в честь чего он назначен, и где это выполнено было. Итак, при желании мы можем увидеть, что все христианские праздники дьявол копирует совершенно точно, только с точностью, да наоборот.